Друзья, привет! Утро в Брянской области выдалось очень жарким. Брянская область граничит напрямую с Украиной, и там произошло то, от чего местные жители перепугались, попрятались по подвалам. И давайте об этом немного поподробнее. Утром во всех российских СМИ появилась информация о том, что диверсанты прошли на территорию России, на территорию Брянской области, и назвали два населенных пункта. Вы сейчас их можете видеть на карте. Один населенный пункт Сушаны, второй Любичане. Это два села, размером, можно сказать, с ноготок. На карте просто так сразу сходу не найдешь. И версий в официальных российских СМИ появилось столько, что запутались даже сами пропагандисты. В сети появились два таких ролика. На них, как говорят участники видео, бойцы так называемого русского добровольческого корпуса, признанного в России теоретическим. И вот эти самые бойцы, как они сами говорят, в группе 45 человек, зашли на территорию, цитата, сделали засаду на две БМП, отсняли. Детей пострадавших, как говорит один из участников, не видел, заложников не брали. Но российские СМИ разгоняли информацию о том, что они зашли и взяли чуть ли не 100 или даже 200 заложников. Ну что говорить, про пропагандистские СМИ вы все знаете сами. Но информация в данном случае расходится очень сильно. Сначала начали заявлять, что они чуть ли не автобус какой-то захватили. Потом на официальном уровне заявили, что автобуса никакого не было, была Нива. И что они, вот эти самые диверсанты, расстреляли Ниву с мирными жителями. Но один из каналов дозвонился до девочки, которая участвовала в этих событиях. И предлагаю послушать, что же она сказала. Я там была, я видела об этой вот белой форме полностью, военную. И там один какой-то в зеленой форме. Полицейский, подожди раз. Не, не полицейского, а какие-то военные. Затем, просто какие-то военные. Нам, нас не стали ничего делать, а просто сказали, бегите прячьтесь. Девочку зовут Злата, она вот из этой самой машины, про которую говорят пропагандисты. И она сказала, что видела военных в белой и зеленой форме. По ее словам они ничего не делали, просто сказали детям, бегите и прячьтесь. Также этот самый канал поговорил с местными жителями. Про за***ков эти самые местные жители не ослышали. И местные жители отметили, что у бойцов были желтые повязки. Что мы, впрочем, и сами видим на видео. Но в то же самое время, ни в одном из каналов нет абсолютно ни одного видео со стороны местных жителей, которые что-либо могут подтвердить. Только видео от этих самих бойцов, и все, больше ничего. Хотя, вот эта история продолжалась, как сообщают те же СМИ, несколько часов. За несколько часов ни одного видео. Это, конечно, странно, но, знаете, всякое бывает. История запутанная, но если вкратце, зашли диверсанты на территорию Брянской области, в два села, сняли пару видео и спокойно оттуда ушли назад. Вот и все, история выглядит ровно так. Согласитесь, что их действия выглядят максимально нелогичными. И что вот эта ситуация, она больше похожа на провокацию, чем на какие-то преднамеренные действия с какой-то там целью. 45 человек зашли на территорию страны, сняли видео и вышли. Все. Никаких подорванных газопроводов, ничего другого. И у меня появилось такое ощущение, что цель вот этой так называемой вылазки, если можно назвать ее так, просто пропиарить существование самого вот этого добровольческого корпуса. Но зато российские чиновники и депутаты сразу оседлали своего любимого конька, потому что появился очень существенный повод. Вооруженные люди вошли на территорию России. И вот послушайте, что заявил депутат Андрей Гурулев. Беза случилась, и дегрессации зашли в Брянскую область. Сейчас пограничники с Росгвардией и подразделениями Министерства обороны вычищают данную территорию от врага. Но я бы сейчас всех предостерег от поспешных заявлений и выводов. Пока мы досконально не разберемся, почему так случилось, кто, где, когда, как, почему зашел в территорию России и устроил. Выводы делать рано. Прихолог главнокомандующий понимает, о чем идет речь, собирает экстренное заседание САОБЕЗа. Напомню, друзья мои, что в феврале еще брянские власти заявляли о завершении укреплений границы с Украиной. Также в Госдуме призвали объявить войну Украине. Член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что России абсолютно точно нужно заканчивать СВО, не начинать настоящую войну. И вот что заявил Путин. Опять в своем стиле. Защищают Россию наших людей. Защищают от неудачников и от террористов. Таких, которые 8 лет мурили и убили людей на Донбассе. Таких, которые в Москве убили Дарью Дугину. Таких, которые сегодня совершили очередной террористский акт, очередное преступление, проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина. Видели, что там сидят гражданские лица и дети. Нива обыкновенные. Открыли огонь по ним. Вот именно такие люди и ставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти, лишить нас своей истории, лишить нас своих традиций, языка. И Путин запряг свою любимую лошадку про язык и так далее. Как он связал сейчас вот это и язык, абсолютно непонятно. Но стоит вам, друзья мои, напомнить. И это очень важно. Вот муссируют власти тему языка. Мол, мы должны сохранить наш язык и так далее. Сохранить язык нужно. Я здесь целиком полностью согласен. Но только дело в том, что тот же Путин не упоминает, что за последние 35 лет в России исчезло 10 языков. А, ну знаете, это же совсем другое. Кстати, говоря о Путине, Путин должен был поехать в Ставропольский край. Поездка планировалась, планировалась на сегодня. Но поездку эту отменили из-за ситуации в Брянской области. Испугались, что вдруг что-то со смелым и сильным лидером случится. А теперь же новости про своих не бросаем. Власти опять же муссируют тему про защиту семей, про традиционные ценности и так далее. Вот они, традиционные ценности. Власти Липецкой области предложили беременной жене мобилизованного сдать 4-летнего сына в детдом. Потому что там ребенку, по их словам, будет лучше. В данный момент я нахожусь беременна, 7-й месяц. Будет скоро, в декрет ухожу. Получается так, что я круглая сирота, 12 лет. Наождевение у меня 4-летний ребенок, а муж мобилизовывает. Сейчас находится на линии соприкосновения. Скоро мне уже рожать получается, и помощи нет никакой. Все обращались в разные организации. Мне предлагают только специализированное учреждение для ребенка. Ну, детский дом, в принципе, с обратным возвращением. Я не готова его отдать в это учреждение. И хотелось бы вернуть мужа хотя бы на время родов. Так, значит, дамочка, вы своего муженька собираете, отправляете. Пусть он едет, наводит порядки в другой стране. А сами сдайте ребенка в детдоме, ему там лучше будет. И это все, что нужно знать про защиту традиционных ценностей. Тем временем пропагандисты, как черти из табакерки, завели уже совсем другую шарманку. Они уже говорят о поражении и разделе России. И это действительно ситуация, которая, ну да, она грозит нам самыми тяжелыми вообще последствиями в случае нашего проигрыша. А проигрыш надо допускать. Я не согласен с теми, кто говорит, не надо, мы победим. Не знаю. Я не знаю. Надо допускать проигрыш. Если ты не допускаешь проигрыш, ты не ищешь вариантов. Если ты веришь только в то, что само собой как-то свершится. Нет, это неправильно. Это слабость. Это не сила. Это слабость. Надо уметь смотреть правде в глаза, надо смотреть на свои сильные, слабые стороны и видеть, как это... Мы общество сегодня не организованное для такой лошади. Не организованное. Потому что такая битва со всем западом. Но слушайте, кто выигрывает? Выигрывает дисциплина и железная организация. Хорошо организованная сила. Великолепная дисциплина. Это решает все. Этого сегодня в нашем обществе нету. Недооценили мы единство запада. Мы все время говорим о том, что Запад вот-вот сейчас развалится. Что там какие-то эти... То там демонстрации в Берлине каких-то, то это... Да не будет ничего. Ничего не развалится. Когда у него чуйка, что это он может выиграть, он будет пытаться выиграть. И это у них на подсознательном уровне. К Украине надо, конечно, относиться. И к Зеленскому надо относиться серьезно. Он опасен. Он не прост. Он энергичен. Он, как говорится, в этой истории играет большую роль. Он не просто марионетка, которому это. Это тоже не такой, мне кажется, самообман есть такой. Но надо уж тогда каким-то образом делать какие-то из этого выводы. Надо, мне кажется, все-таки определиться и понимать, что действительно ситуация для нас опасная. Заметно сильно изменилась риторика, не правда ли? То говорили про взятие Киева за 2-3 дня. А сейчас говорят, что нужно говорить еще и про развал собственной страны. А что случилось-то, ребята? Все же вроде идет по плану. На официальном уровне об этом заявляют. Что за паника-то у вас такая? Что с лицами-то? Это, друзья мои, олигарх Олег Дерипаско. Олег Дерипаско предположил, что без иностранных инвесторов денег в России не будет уже в следующем году. Нужны серьезные инвестиции. Без этого не обойтись. Но, тем не менее, это делать нужно. Надо, конечно, не забывать о принципах, на которых мы строим. Потому что сейчас очень часто эта дискуссия куда-то сваливается в сторону. Ну, госкапитализм и все это госгазмяс. Конечно, путь никуда. Я с ужасом наблюдаю тех ресурсов, которые даже за прошлый год потрачены уже, ну, очевидно, впустую. То есть я раньше думал, это миллиарды. А сейчас, я так смотрю, уже счет идет на триллионы. Вот, конечно, только рыночная основа нашей экономики. Только вопросы, так сказать, которые регулируются конкурентной средой. Денег не будет уже в следующем году. Нам нужны будут иностранные инвесторы. Иностранный инвестор будет смотреть на то, как российский инвестор зарабатывает, так сказать, какие у него условия. Это нужно понимать, так сказать. То есть если мы не создадим эти условия и не сможем обеспечить привлекательность наших рынков, мы так и будем мечтать, я уверен, там, в 33-м году и те же самые слова будем говорить. Как я уже говорил, что очень важно верховенство права и предсказуемость. Если мы будем каждый год менять или каждый квартал, в зависимости от каких-то проблем, так сказать, менять правила игры, никто не будет верить, ни российские чиновники, вернее, ни российские предприниматели, так сказать, ни иностранные. Санкция не работает. Европа замерзает без российского газа. И тем временем Дерипаска говорит. Инвестиции нужны, иначе денег не будет уже через год. Не будет инвесторов, не будет денег. А это же Олежка Газманов, любитель заклеивать логотипы на брендовых куртках из-за гнивающей Европы. Олег Газманов обиделся на итальянцев. У него квартиры отобрали, причем две. И Олег Газманов давал интервью и даже заговорил о римском праве. И, к сожалению, весь фрагмент показать не могу, но давайте пожалеем патриота. Ну, меня фактически отняли две квартиры. В Латвии и в Италии. Я купил там квартиру 15 лет назад. Мы ездили туда всей семьей отдыхать. Мне нравится туда ездить. Нравилось, по крайней мере. Олегу Газманову очень нравилось ездить во вражескую Европу. Очень ему там нравилось отдыхать. Почему Олегу Газманову не отдыхалось в Саратове, непонятно. Почему ему не отдыхалось в Волгограде или в Анапе, тоже непонятно. Вот там ему отдыхать нравилось. Две квартиры отобрали. Бедный. Бедный Олег Газманов. Ну и, друзья мои, должны быть хорошие новости. Я знаю, вы хорошие новости любите. Это Кемеровская область. В Кемеровской области наконец-то отремонтировали вот такой дом. Посмотрите. Был дом вот таким. Такой барак старинный, который уже разваливается. И теперь на его месте стоит вот такой потрясающий, замечательный дом. Посмотрите, какая красота. Современные отделочные материалы. Большие красивые окна. И вот такой ремонт в доме сделали к приезду губернатора. А вы говорите, вопрос с ветхим жильем не решается. Вот в Кемеровской области решили.